Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. В этом видео я расскажу и покажу, что я ем в течение дня. Каков мой рацион? Я просыпаюсь рано и не завтракаю. Обычно у меня есть возможность спокойно выпить чай. Обычно я пью зеленый чай, но сейчас я покажу вам, как я пью ромашковый чай. Ромашку я завариваю с вечером, она настаивается, и потом я просто добавляю горячей воды. Ромашковый чай я очень люблю, но готовить его гораздо сложнее, чем просто зеленый чай, в который нужно добавить кипятка, и тут же он готов. Поэтому такой чай я пью нечасто и пила в последнее время, именно потому что я приболела. Я очень люблю ромашку, я люблю полоскание горла ромашкой, я люблю протирать кожу лица ромашкой. Но ромашка прокисает очень быстро, даже в холодильнике. Но если вы хотя бы раз попробуете вместо тоника использовать отвар ромашки, вы почувствуете, как по-другому выглядит ваша кожа и тактильно она совсем другая. Буквально после дня применения. И если я завариваю зеленый чай, я добавляю в него также корицу, молотый имбирь, перец, куркуму, либо что-то одно, либо два, либо все три ингредиента по желанию. Очень рано, когда я просыпаюсь, золотой час, час после рассвета, обычно со своей кружкой чая я возвращаюсь в постель, включаю Данечке какой-нибудь мультик, если он уже проснулся, сама же пью свой чай, либо выхожу на террасу, если уже достаточно тепло, и спокойно, пока вся семья спит, либо уже часть семьи уехала в школу, я пью свой чай. Вот так выглядит мой обед, если я обедаю самостоятельно, одна на съемках. То есть я уезжаю в другой город и знаю, что вернусь поздно. Раньше я возвращалась без обеда, но потом я поняла, что я очень сильно устаю, если я целый день передвигаюсь на съемках, допустим, эти съемки в магазине, если я не пообедала, к вечеру я очень уставшая. Если я возвращаюсь домой на обед, я варю себе крупу. Я люблю овес, я люблю также перловку, я практически никогда не ем рис, и из крупы варю также зеленую гречку, но есть ее мне очень сложно, потому что она очень невкусная. Любую крупу заправляю кокосовым маслом, его я люблю больше всего. Добавляю также спирулину. У меня вообще очень много вот таких пакетов с суперфудами, как их называют. Среди них пыль Баобаба, среди них также перемолотый шиповник, и, возможно, есть что-то еще, я просто об этом не помню. Моя спирулина из Китая. Одна зрительница спросила, Яна из Китая, спирулина может ли быть? Да, может быть. Всего, если не ошибаюсь, 3 места, где произрастает спирулина, и одно из них, это как раз-таки озеро, которое находится в Китае. Поверх любой крупы насыпаю спирулину, примерно столовую ложку. Я очень люблю спирулину, и заправляю ей практически все, даже любой салат, например, салат из капусты, я очень люблю со спирулиной. Добавляю также семена, в данном случае это семена подсолнуха, но это могут быть и семена тыквы, и вообще любые семена. Единственное, что они всегда сырые, то есть не обжаренные. Сверху добавляю куркуму, я ее очень люблю и всегда ем. Если не забываю, сверху добавляю также немного черного перца. И вот такое мое блюдо на обед. Это порция, которой я теперь наедаюсь. Раньше я ела 4 такие порции, даже когда уже была на, скажем так, правильном питании и на чистом питании, но сейчас у меня достаточно совсем мало еды. Покажу, как я совершаю закупки. Очень часто я посещаю биомагазин, магазин биопродуктов, потому что там можно купить то, чего не найдешь в обычном супермаркете. Например, когда-то гречку можно было найти только здесь. А покупаю также именно в этом магазине зерна для проращивания. Это не что иное, как обычная крупа. И я расскажу вам, как ее выбирать. Если на упаковке вы видите, что для того, чтобы приготовить крупу, ее необходимо на 4, на 6, на 10, либо даже на 12 часов предварительно замочить, а варить вам ее придется около часа, это значит, что эта живая крупа, она у вас прорастет. Поэтому за такой крупой я приезжаю именно в этот магазин. Больше всего я люблю проращивать египетскую пшеницу. Я забыла, как она называется на итальянском. У нее есть еще второе название. По вкусу она напоминает черный хлеб, когда жуешь зерна. И, в принципе, мои покупки умещаются даже не в корзине. Я могу их так унести, потому что я покупаю точечно. Я очень люблю также первый отжим самого обычного масла из подсолнуха. Мне это масло нравится по вкусу. После кокосового оно мое любимое. Вот корица, которую я покупаю и добавляю в чай. Вот также куркума, которую я покупаю, добавляю в чай. Эти специи в таком объеме, в таком качестве можно купить только в магазинах биопродуктов. А вот дзензеру – это не что иное, как имбирь, который я также добавляю в чай. Если вы хотите приучить ваших детей к тому, чтобы они ели разную крупу, как мои дети, советую вам добавлять вот такой сухой бульон. Но обратите внимание, что в нем должны быть только сухие овощи и соль. И это важно для того, чтобы бульон был действительно качественным. Я также покупаю именно в этом магазине большой выбор семян сухих, не обжаренных. Это семечки. Подсолнуха, тыквы. Их также очень любят мои дети. Едят, как правило, на завтрак. Сахар я по-прежнему не ем. Сахара нет в моей диете. Он может попасть, допустим, в томатном соусе в каком-то мизерном количестве. Я пью кофе без сахара, и мне легко без сахара. То есть я полностью отказалась от употребления сахара. Часто я покупаю себе вот такой чай. Это чай, который потом после заваривания можно съесть. Есть такие чаи, в принципе, они достаточно распространенные. Если есть в вашем городе специализированный магазин чая, вы можете спросить о наличии такого чая, который потом можно съесть. Есть такой чай, рекомендуется, с йогуртом. Но молочные продукты я также свела к минимуму. Молоко в моем рационе осталось в капучино утреннем. Я выпиваю две чашки и одну чашку потом на съемках. Итого три чашки капучино осталось в моем рационе. И также остался сыр на пицце. Пиццу мы заказываем один раз в неделю. Я очень люблю натуральные эфирные масла. Покупаю их, как правило, тоже в этом магазине. И наношу небольшое количество себе в маску. В ресторан, если мы отправляемся, я ем все. Но опять же, что так или иначе отвечает моим представлениям о моем рационе. То есть молочные продукты я, например, не ем. Сейчас я покажу вам, как я проращиваю зерна. Видите, здесь рекомендовано замачивание на 6 часов. И последующая готовка в течение 40-50 минут. Это значит, что такие зерна прорастут. Я неудачно открыла упаковку. Я проращиваю очень просто. Я насыпаю примерно 2 столовые ложки зерна. И просто заливаю водой. Я не накрываю салфеточкой. Не выкладываю на тарелочку. Зерна прорастают у меня просто в воде за сутки. Я на самом деле это совершенно случайно обнаружила. Однажды я вот так замочила зерно для готовки. И оно осталось больше количества времени, чем было рекомендовано. То есть я хотела приготовить в обед, а приготовить смогла, допустим, только вечером. И к вечеру я увидела, что зерно у меня проросло. И вот таким образом я поняла, как можно легко и быстро проращивать зерно. Если сменить воду на следующие сутки и оставить на вторые сутки зерно в воде, оно прорастет еще больше. Ну что ж, вот такое мое питание в течение дня, которое прежде всего дает мне бодрость и легкость. Ощущение того, что я хорошо себя чувствую. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.